Амурчане не только встречали китайских гостей, но и сами отправились в гости в КНР. В Цисекаре в заповеднике Джалун состоялась первая международная коллективная свадебная церемония. Почти сто пар из Китая, России, Кореи и других стран поклялись друг другу в верности. Свидетелями их союза и участниками церемонии стали уссурийские журавли, которые живут в этом заповеднике. О философии и романтической атмосфере свадебного праздника Светлана Кислова. Где наш номер? Вау, действительно. Паласики, коверчики. Из прогресса в Ци Цикар. Юрий и Татьяна в Китае вообще впервые и сразу на свадебную церемонию. Говорят, когда узнали о возможности поучаствовать в такой необычной свадьбе, сразу подали заявки. Когда увидели свои имена в списке, почти не удивились. Начали собираться. Платье у подруги, костюмы шкафа, детей бабушкам. Прикинь, как ночью будет классно. Ну, конечно, свадьба была 10 лет назад, у меня и платье было, все красиво, все нормально было. Но все равно прошло 10 лет, я все равно хотела еще одеть свадебное платье. Так хочется, они сейчас совсем другие, не такие, которые мы одевали. Поэтому, ну, мужу, наверное, не понять этого. Ну, это что, костюм, какой он такой остался. Не знаю, сказали, что не мнется. Буду, наверное, все ж таки отпаривать. Впрочем, самим отпаривать ничего не пришлось. Это делали организаторы церемонии. Они забрали все наряды, привели их в порядок и привезли уже ночью. Никого при этом не разбудили. Все и так проснулись в три ночи. А в 4 утра уже макияж, прически, букеты. В одном зале одновременно готовились и наши, и китайские пары, и молодые, и старые. Уважаемые мужчины, макияж отменяется. Они решили вам его не делать. Семь утра и свадебный кортеж отправился в заповедник Джалун. Он расположен в 30 километрах от города и известен на весь мир. Здесь разводят журавлей. Из двух тысяч журавлиных пар, 400 обитает здесь. Они и стали главными героями церемонии. Сама церемония началась около 9 утра. Это китайская традиция – жениться до обеда. Специально для этой массовой свадьбы заповедник преобразился, стал настоящим театром под открытым небом. Мы приехали! Почти 100 пар из четырех стран приняли участие в этой необычной свадебной церемонии. Один миллион юаней потратили на ее организацию. Самая, пожалуй, экзотическая пара – китайский художник и его жена из Танзании – прямо на церемонии рисовали огромную картину, которую потом разрезали и подарили всем молодоженам, а заодно и сертификаты о том, что они участвовали в этой необычной журавлиной свадьбе. А журавли, как известно, символ любви и супружеской верности. Для людей, пожелавших связать свою жизнь, но не имеющих возможности родить детей в связи с проблемами со здоровьем, появился шанс стать родителями. Этой осенью в Благовещенском перинатальном центре начнет работать лаборатория экстракорпорального оплодотворения. Для проведения ЭКО уже готово все необходимое оборудование. Лаборатория будет оказывать как бесплатные услуги, так и за деньги. В 2013 году предполагается провести около 50 искусственных оплодотворений по квотам. Для клиентов же, которые готовы пройти процедуру ЭКО-заплату, она будет стоить от 120 до 150 тысяч рублей. Эта цифра не превышает среднероссийскую. При этом все обследования можно пройти на базе областной клинической больницы. Здесь вот в центре планирования семьи два репродуктолога, андролог, полностью генетическая служба с цитогенетикой, иммунологией. То есть это все будет здесь. Как сообщили в перинатальном центре, в очередь за детьми из пробирки выстроились уже около 200 амурских семей. По статистике, чаще пары обращаются за услугой ЭКО и за проблем со здоровьем у мужчин. Женщины не могут иметь детей в 40% случаев, мужчины в 60%. Тем не менее, Преамурья может поставить очередной рекорд по рождаемости. За 7 месяцев 2012 года в Преамурье появилось на свет 2428 детей. Это на 100 новорожденных больше, чем это было за тот же период 2011 года. Девочек и мальчиков примерно поровну. Среди всех новорожденных есть 32 няшек и две тройни. Среди популярных мужских имен теперь не только Даниил и Максим, которые держатся в лидерах уже около 7 лет, но и Александр, а также Иван. Список женских имен продолжают возглавлять разные варианты имени София и Софья. Эта тенденция также не меняется уже много лет. Популярны также имена Анастасия, Дарья и Полина. Встречаются в Преамурье и редкие имена. Среди них Николь, Мишель, Милания, Лилия, Анфиса, Василина и Фаина. Мальчиков изредка нарекают Гордонами, Тихомирами, Савелиями, Архипами, Макарами, Миронами и Тимурами. Дети украшают нашу жизнь, неважно кого, как зовут. Главное, что они есть. Выпуск итогов недели подошел к концу. Встретимся в следующую субботу и снова поговорим о том, как мы живем. Всего вам доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова